В конце апреля стартует второй этап переписи населения и жилищного фонда в отдалённых районах и населённых пунктах. Основная цель – получение реальных и точных данных о численности населения и общей площади жилых помещений. По нашим данным, первый этап прошёл хорошо. Между тем были недостатки. По разным причинам граждане не смогли пройти перепись. Они получат эту возможность во время второго этапа переписи. Все окончательные результаты будут обработаны и подытожены до конца года. Второй этап переписи населения и жилищного фонда на этот раз будет проводиться с 23 апреля по 2 мая в отдалённых труднодоступных местностях страны, параллельно с контрольной переписью для лиц, которые не прошли перепись во время первого этапа. Согласно постановлению о проведении перепис населения, мы нанимаем три уровня переписного персонала. Координатора мы набираем на работу на три месяца. Оплата чуть более 9 тысяч сомов в месяц. Далее набираем инструкторов-контролёров на полтора месяца. Оплата идёт за один месяц 7656 сомов. Это без вычета налогов. И переписка мы набираем на один месяц работы или 22 рабочих дня. Оплата тоже идёт за один месяц 7656 сомов. В течение недели, двух недель мы произведём оплату всем перепискам, которые были у нас на первом этапе. На горячую линию учреждения во время первого этапа переписи поступило множество обращений от граждан. Они указывали на различные причины отсутствия их дома. В период с 25 по 3 апреля, получается, поступило более двух тысяч звонков. И большинство звонков именно были вопросы такие, что почему к нам не пришли, и мы бы хотели переписаться. Пожалуйста, можете отправить переписчика, чтобы мы могли провести эту перепись населению. На основе данных проведённой переписи будет определяться дальнейшее развитие страны. И результаты позволят получить реальную картину потенциала Кыргызстана.